В эфире телеканал ННТ новости Дагестана в студии Патимот Ханапова. Здравствуйте! Вначале по традиции короткий анонс главных тем. Даешь безналичную оплату. Общественный транспорт региона осваивает новые схемы расчета. Молимся за мир в Палестине. В центральной мечети Махачкалы ежедневно читают коллективные дуа за мир на Святой Земле. Бород едет в село Заполба. И в одном из районов Дагестана вновь начали выращивать культуру предков. Подробности в выпуске. 3000 тонн заряженной растеневодческой продукции не впустили в Дагестан. При проверке были выявлены 7 видов карантинно-вредных объектов, в их числе западный цветочный трипс, томатная моль и другие. Как сообщает Управление Ростельхознадзора по республике, с начала этого года был проконтролирован в ВОЗ более 1500 тонн овощей и фруктов из Азербайджана, Ирана и Турции. За это время надзорным ведомствам вынесено 135 постановлений о привлечении к административной ответственности. Наложены штрафы на общую сумму около 700 тысяч рублей. В Дагестане количество общественного транспорта, оснащенного системой безналичной оплаты, выросло в три раза. Об этом свидетельствуют данные Минтранса региона. В прошлом году таких было всего 93 машины, сейчас их около 300. Оплата карты уже доступна в троллейбусах и автобусах малого класса в Махачкале и Квизляре, а также на некоторых межмуниципальных маршрутах. Сообщается, что введение такой системы позволило пассажирам сэкономить более 250 тысяч рублей. И к другим темам. Укрепление дружеских отношений с Узбекистаном в приоритете республиканской власти. Особый упор при этом делается на общую религиозную составляющую. Об этом говорилось на встрече премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с муфтием среднеазиатского государства Нуридзином Халикназаровым, которая прошла в Ташкенте. Приветствуя гостей, духовный лидер дружественной страны отметил, что взаимоотношения между мусульманами двух республик развиваются давно и успешно. Со своей стороны глава Кабмина пригласил шейха посетить Дагестан и вручил ему книги Расула Гамзатова, выпущенные специально к юбилею поэта. Современное понимание хадисов и сунны. Научный семинар, посвященный этому вопросу, прошел в Махачкале на базе гуманитарно-педагогического колледжа. Слободневная тема собрала докторов исламских наук, религиозных, государственных и общественных деятелей из разных регионов страны. Все подробности в сюжете Айши Тухаевой. Принимали гостей по-дагестански радушно. Повсюду их сопровождали сотрудники Дагестанского гуманитарного института. Для того, чтобы обсудить важную проблему и обозначить пути ее решений, приехали специалисты из Москвы, соседних республик и других регионов. Начался семинар с приветственной речи заместителя муфтия Дагестана, который обозначил важность обсуждаемой темы, приведя соответствующие хадисы. Пророк, алейиссаляту вассалям, говорит, ни у кого из вас вера, иман не будет полноценным, пока он не полюбит меня больше, чем своих родителей, своих детей и чем всех людей. То есть в этом хадисе пророк, алейиссаляту вассалям, связывает полноценную веру, чтобы для того, чтобы у нас был полноценный иман, мы должны больше всех полюбить пророка, алейиссаляту вассалям. Но чтобы его полюбить, мы должны, конечно же, изучать его жизнь, его сунну, его хадисы. Гость из Чувашии исследовал тему тлетворного влияния современного кинематографа на юные умы. Об этом и был его доклад на семинаре. По благословению муфтия Альбер Хазрат Кырганова приехали в этот солнечный Дагестан и, альхамду лилля, многие вещи, которые мы передаем, кино, фильмы, то же самое средство массовой информации и тот же самый телефон. Что сейчас делает молодежь? Молодежь не читает хадисы, молодежь не читает какие-то богословские книги, они смотрят кино. Доктора исламских наук, выступившие на семинаре, люди, которые много лет изучают хадисы, пишут научные труды, преподают и ведут на эту тему диспуты. Таким образом, успешно решая задачу нравственного воспитания молодежи. Самое интересное, когда непросвещенный молодой человек утверждает, что он будет следовать только Корану и Суни, вместе с этим он даже не знает арабского языка и не умеет правильно читать Коран. Он берет какой-нибудь буквальный перевод Корана и по ней начинает руководствоваться. И что можно понять и извлечь из перевода, когда для толкования необходимо было столько знаний, часть которых мы привели выше? В контексте всего этого, именно мой доклад заключается в том, как правильно понять изречения посланника Аллаха, связанные с атрибутами Аллаха. То есть здесь уже эта тема связана с вероубеждением, ключевой наукой в исламе. И порой неправильное понимание этих хадисов и неправильная интерпретация этих хадисов при определенных условиях может даже вывести человека из луна ислама. Организаторами научного семинара «Современное понимание хадисов и сунны» выступил Дагестанский гуманитарный институт при содействии Муфтията и Российского фонда поддержки исламской науки, культуры и образования. Я думаю, что тот список, который был представлен по докладчикам, он действительно соответствует высокому уровню заявленной тематики. Люди профессионалы своего дела, то есть они знают и понимают, насколько хадисы и толкование Корана и сунны в современном мире и в современных условиях необходимы для того, чтобы правильно передавать нашему молодому поколению, ну и в принципе гражданам нашей страны. Для того, чтобы радикальная идеология не проникла в умы и тем самым не смогла уже сбить наших граждан с правильного пути. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Палестина. Наша общая боль. В центральной мечети Махачкалы на утренний намаз собрались сотни людей для того, чтобы вознести молитвы ко Всевышнему о скорейшем наступлении мира и прекращении огня на Святой Земле. В рамках мероприятия после утренней молитвы состоялась лекция ученого-богослова на тему последних событий. Отметим, что коллективные дуа и проповеди будут проходить в мечети ежедневно. Поможет нам Свами Свами Свами, Субхану Ва Тааля, стать людьми, которые Свами Свами отвечают нам дуа. Ишелла мы сейчас сделаем дуа за наших братьев и сестер. Хотя мы их в лицо не знаем и не видим, но Всевышний Аллах больше нас с вами их испытывает. И нас с вами тоже испытывает. Какое будет у нас с вами к ним сочувствие, переживание. Как мы будем себя чувствовать в то время, когда наши братья и сестры потеряли родных, любимых. Будем ли мы переживать или нет. Дай Аллах нам с вами живые сердца, которые переживают за братьев и сестер, где бы они ни были. Возвращение к истокам. В Гумбетовском районе Дагестана начали выращивать полбу. Всего данными культурами в районе уже занято около 80 гектаров. И интерес к ней только растет. Как спустя десятки лет горцы решили вновь вернуться к делу предков, расскажет Камила Мехтиханова. Эту землю не трогали с 90-х годов. Все приходилось восстанавливать буквально по крупинкам. Теперь полби быть. И в первую очередь благодаря энтузиазму местных жителей. У нас почти что вот эти поля, которые наши предки, которые сажали, вот это пол, вот это ячмен, все, где сажали, люди бросили. Мы не хотели ручную работу, как раньше. Потом мы подумали над этим и возобновили вот это все. Как бы вот эти семена мы крупинками собрали. Вот этот, который здесь растет, пшеница, ячмен, овес, вот эта полба. Вот эти семена все исчезли, когда оставили эту пашню. В свое время его предки выращивали полбы в районе аж на сотнях гектарах. Сулайман Магомеднуров намерен продолжить это дело, а возможно даже побить рекорд предшественников. Я своих предков видел, как они возделывали, и как они все делали, как мололи, как сеяли, как пахали. Это уже три года тому назад я ее нашел, эту семена. 12 килограмм, это вот мерка у нас, аварская хали, 12 килограммов идет туда. Эти 12 килограмм я за 3000 купил. Уже семена у меня уже в запасе где-то на 30-40 сотых сет. И на зиму себе на хинкал, на хлеб тоже уже готовить. Это очень тоже трудная работа. Вспомнили про это дело и выходцы из села, которые по определенным причинам переехали с гор на равнину. Теперь они часто приезжают в свои родные края, подальше от городской суеты и поближе к земле, на которой растет знакомая многим с детства культура. Они хотят кушать экологически чистый продукт. Вот причина за то, что люди начали использовать свои земли, которые предки им передали. В последние годы надо поблагодарить руководству республики Дагестан за то, что и Минсельхоз республики Дагестан помогает людям. Исполбы готовят как традиционные горские блюда, так и современные. При желании можно даже сварить хинкал. Теперь любителям дагестанской кухни есть из чего выбирать. Камила Мехтиханова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Кумбетовский район. И к новостям спорта. Чемпион UFC Ислам Махачев вернулся в Дагестан после победы на турнире в Абу-Даби. В минувшие выходные боец нокаутировал австралийца Александр Волкановский и тем самым защитил титул чемпиона лиги в легком весе. По желанию Махачева встреча прошла скромно. В аэропорт приехали только близкие, родственники и друзья. До рамадана, если только ближайший турнир, до рамадана, по-моему, будет в марте. В начале марта. Если туда поставят, только там. А так, пока еще не общались. Но да, я планирую поехать в этом году, в конце года в Вегас. И, может, сяду с руководством и обговорим уже. Вместе с чемпионом UFC домой прилетели другие участники турнира, одержавшие вторую победу в лиге Икрам Алискеров и Магомед Анкалаев, поединок которого был признан несостоявшимся. Я думаю, в скорейшем времени я уже просил реванша. Я думаю, в конце этого года нам предоставят. В конце этого года? Да, в декабре. С ним же? С ним же реванш. Как настрой? Настрой. Я хочу этот для меня очень принципиальный бой, так как наши победители сказали побьются за титул. Мне очень важна эта победа. Касаемо боя, что всегда такой план бывает, финичировать соперника. А там уже по ситуации смотрим, что будет, как будет. Значит, в сагонке что-то тяжелое получилось. Я думаю, сейчас пойду, постановлюсь. Это март, надо подраться, по-любому неожиданно. На этом у меня все. С вами была Патима Тханапова. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Оставайтесь на ННТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова